против финалистов открытых квалификаций в какой-нибудь серии БО-5 или БО-7 за право участвовать в высшей серии следующего сезона. Потому что, несмотря на то, что Казикс, который в бане, говорит о том, что изменения — это хорошо, изменения делаются для того, чтобы серия становилась сильнее. Но силы в серии, когда пятая команда просто вылетает, а приходящая на замену лучшая из всех остальных, но непонятно, какая в пропорции силы относительно той, которая вылетела, не факт, что прогрессивное оно, изменение. Это была долгая фраза, но суть понятна. Может быть, есть смысл рассмотреть релегейшн матча вместо просто кика. Последние команды в каждой группе, потому что вот я попал в группу, у меня в группе, типа, там, Na'Vi, Rovanova, Game Lord'ы, спасибо. Ну, что мне делать в этой группе? Вот я там, я Diamond игрок, я прошел квалификацию в высшую серию. Что мне делать там? Тяжело будет, понимаешь? Хоть одну серию выиграть у Nova, Na'Vi или Game Lord'ы крайне тяжело. Это сложные команды. Надо бодаться за слот в высшей серии из четвертой команды в этой группе. Это тоже не всегда просто. Вот такой вот длинный монолог, Юра, у тебя сейчас был. На самом деле, в этом есть зерно истины. Пожалуйста. В этом есть зерно истины. Ну, я думаю, зрители тоже поняли, на самом деле, о чем здесь была речь. Тем временем, ты посмотри, у нас уже половина фазы прошла, отправились в бан со стороны волков. Казикс, Фиора, Зикс, как всегда, Ари уходит также. И, собственно, Брэнд с, как говорится, по правому борту от меня уходит в бан. Атриксов Галлио, Ривен, Грагас, Олаф и Вейн. А, это правый борт на туре? Это на ман... да, от меня получается правый. Потому что у меня вот левая рука, а вот это правая. Да, получается, что... ну, от тебя тоже получается по правому борту. Так, давай посмотрим, что здесь пикают. На самом деле, пики все те же самые, ничего. Вот у нас... наверное, это и называется мета, да? Когда есть определенный... ну, допустим, десяток, да? Здесь 15 чемпионов, плюс, да, чемпионов мало. Их в целом мало. Плюс 10 банов еще. Их в целом мало очень чемпионов, поэтому и выбор такой достаточно скудный. А очевидно, что какие-то сильнее других, их в лоле 156, понимаешь, что до сих пор у нас... Их в лоле 156, а на момент конца групповой стадии за половиной группы было задействовано всего 77. То есть 8, 79... Меньше половины, получается. Да, это почти... не хватает одного героя для половины. То есть, ты представляешь, там 51% чемпионов не участвовали в банах и в пиках ни разу вообще. Даже в банах, не говоря уж о пикахе. У нас групповый этап. XDG против Inferno Wolf. Поехали. До сих пор не могу вот это вот забыть. Да, это клуб на боте. В чате кто-то написал «свежие волки». У меня почему-то вот это словосочетание до сих пор в голове. «Свежие волки». Не знаю, почему, кто их так назвал. Но вот иначе я теперь про них не могу говорить. Да, посмотри в иконку. В иконку у нас будут сцены на боте стоять. Вот такие вот дела. Ну, а что с другой стороны, да, сцена там... Подожди, когда они вместе стоят на боте, да, кто фармит? Хороший вопрос. Я бы сказал, что вуконг, потому что сцены фармить нежелательно. Ну, значит, вуконг будет собирать свои предметы. Вроде бы тогда все логично. Если сцена не выступает вроде Адекеря, в роли Адекеря, в роли именно саппорта, то он нормально. Просто если бы вуконг был саппорт, можно было бы... Ну, не, хочется, наверное, чтобы вуконг дамажил, он не только выполнял одну функцию благодаря своей ультимейт... Ну, короче, ультимейт способности. Хотелось бы, конечно, чтобы он жил и наносил урон, поэтому... Смотри, тут... Когда... Когда ты хочешь выбрать сцену Адешником или не Адешником, ты как бы не выбираешь, фармит она или нет. Цена не фармит, в принципе. Цена не должна фармить. Я просто ищу фронтлейн. Кроме вуконга, ну, вай, окей. Я просто ищу... Ну, Ясо, ну, Камила, ну, как бы все подтанчивают. Так нет, Ясо не должен подтанчивать, да? Ясо должен делать красивые плейсы, как мы с ним говорили. Он может и чуть-чуть подтанчивать. Ну, как бы здесь чуть-чуть, видишь, всего. Ну, смотри, ульту дает, получает щит, чем тебе не танк. Как бы один балл танкинга на себя взял, правильно? Когда берут Ясо в мид, не хотят танковать. Хотят делать красивые плейсы. Ясо? Ну, я согласен. Только если будет пять Ясо, кому-то надо будет быть танком. Понимаешь, все равно. Камила получит адаптивный щит, раз карту ТФ может сдоджить хистэковым ультиматумом. Если правильно скастит, она может и Причуду Луду сдоджить. Потому что Причуду — это скиллшот. Да-да-да, он летит. Так это не казалось бы странным, но это так. Тоже подтанчат на один балл, а может, и на два. Вай подтанчат точно, потому что будет инициировать. И здесь дайв на топ планируется. Зашли уже один раз, Камилу выгнали. Заходят здесь твисты фейд, забирают синее усиление оппонента. Кросс-размен. Происходит ли с ними кимпами? Происходит. А как раз про ту ситуацию. Помнишь, когда пришел тоже Ваконг? Мы с тобой как раз кастели этот момент. Ваконга забрали. Здесь ситуация абсолютно другая. То есть здесь они бафами разменялись. То есть пришла Вай. Ее поддержала Сэн, она осталась до конца. То есть они сейчас тоже оккупируют вышку. Скачок побивает с барьером из Леона на верхнем сайде как раз. И нужно Леону срочно выходить, иначе Фотонова Слуша задавит. А флэш у него есть. Но почему-то он не выходит. Более того, еще и каструет хистеку ультиматума. Ошибается, Леону должен был выходить. Я не знаю, он на жизнь разозлился, наверное, или что? Чем не вышел. Хороший вопрос. Вот в такие моменты. Пошла. Сейчас слушаю. Или нет, нет, не будут. Нажимает скачок дум. Мог бы тоже не нажимать, потому что... Так пришел вообще без маны, так понимаю, с расчетом просто на то, чтобы дать карту, и все. У него не было ман абсолютно. Так. Снижь флэш нажал зачем-то. Мне кажется, что последние два игровых дня своих, они как бы хотят быть как джиган, понимаешь? Это как? Папасное бессмысленно? Нет, это на чиле или на расслабоне. А, ясно. Окей, допустим. Не в обиду, естественно, джигану сказано. Наоборот, с уважением джигану, потому что, ну как бы... Если ты не чилишь и не расслабляешься, то ты становишься агрессивным, нервным, как бы, и не понимаешь, что ты хочешь в жизни. Ну, мне кажется, у Леона такая ситуация, потому что ему действительно нужно было отходить. Сейчас он там, конечно, пытается. О, кстати, хорошо пытается, несмотря на то, что крипы-то не его. И от крипов-то он получал тоже. Крипы, они такие, они... О, хорошо, пошел циклон. Пупонга здесь, двоих зажимают. Естественно, Кайсу забирают. Кайсу забирает. Стоится маленькая Лулу. Миньоны сейчас подойдут, у Лулы будут проблемы. Хотя, в принципе, у нее проблемы и без миньонов. Дум очень много. Наховал в себя. Лулу живет, но, к сожалению, недолго. Собственно, Дум, смотри, два убийства для Риксов. Неплохо. И одна потерянная Камина. Хороший дайв на нижнем сайте. Резко сыграли по Хе-Хе, забрали его. По мере Десса был свитч. Барьерчик не успел он нажать. Теряют за это вышку на меде. Который, в том числе, пытается задефать Леон. Но ввиду 0-1, потери ХП, у нее ресурсов немного. Видишь, то есть Леон шестой, даже еще не седьмой. С Думом играют по Фотону. Фотона взяли, уставила еще урона не так много. Потому что дайвчику нужны, конечно, ресурсы. После Жезловиков из Лоша красиво играть в CD-карте, но не забирает его. What? А я думал, урона хватит, кстати. Но только вопрос к стайлу, почему он не дал желтую карту в Леона? Которого было изначально в 2 или 3 сотни ХП, и можно было его просто забрать. Он дал токс Павай. И в итоге, собственно, дал... Калин, ты серьезно не поняла, в чем аналогия? Не объясни. Хочу быть как Джиган. А, в этом плане, я думал, ты про карту. Нет, на самом деле про Джиган я не поняла. Я не особо, честно говоря, представляю, кто это. Я помню, что он муж одной знаменитой женщины, но я не помню его смысла. Ну, то есть, чем он занимается. Джиган муж одной знаменитой женщины? Ну, если я правильно помню все штуки из Инстаграма, то я, наверное, пропала. Тогда смотрим на инициацию Стайла, как раз-таки, с желтой картой, которую он не успевает дать, и поэтому врывается здесь Клювница с Леоном, в стан оппонента, как раз подкидывая Хе-Хею снова, после того, как взяли Хейта, выбив из него и скачок, и барьер. Забирают Хе-Хею еще и устраивают дайв уже в лесу, где всех пятером оживают. Клювка еще танчит. Компания у него мало, но понимает, что урон нужно вносить, поэтому вносит 8-1. И так, если они берут четверых, естественно, развернутся на Инфернал после этого. Конечно, даже несмотря на то, что так мало ХП. Хорошо играют Риксы, слаженно, четко. Кстати, вышку забрали на Миде тогда, когда дальше пошел файт. Мне просили на это внимание, по-моему, это было... Нет, стоп, это не первая вышка. Первый, наверное, забрали на боте после дайва, что сейчас было. Но, тем не менее, это не особо помогает пока что волкам. Счет 8-1, отрыв по золоту около 4 тысяч. Ну да, примерно 4-3, там 9-3-8. Это, в принципе, уже неплохо на шестой минуте. Это предмет, это полтора предмета для кого-то из команды. В данный момент, посмотри, Ясу 303. Ну вот, как мы и говорили, Ясу будет здесь для красивых плейсов. Ясу будет сиять при помощи, конечно же, своей команды. Вот. И вносить достаточное количество урона. Главное, он уже это делает, понимаешь, что он не будет это делать. Он уже этим занимается всю игру, потому что экватор оформили как раз таки на нижнем сайте. И теперь пытается задавить топ, причем пытается задавить даже 3-3. Не успевают взять оппонента до того, как он доходит до вышки. Все устраивает ребят уриксов. Как бы они забрали Эфернула, да, они потеряли Т1 и медиа, за тот дайв. Но в итоге вышли 8-1, хороший файт дали. И теперь будут держать преимущество медиа. Сейчас главная цель это атака на вышку Т1, конечно. Гонят хейта. Что-то он здесь на самом деле перестоял. На средней линии, так понимаю, да? Переформил немного. Вынужден сражаться 1-3. Ну, конечно же, шансов здесь вообще у него никаких. Крокодила забирают. Наверху пошел склон. Пытаются поиграть по Грейвсу и Лулу. Но все-таки не хватает, да? Нету Ясуа, пока нет урона. Он хорошо крутится, но как таково именно... Хотя, несмотря на то, что у него 3-0, знаешь, урона как-то по Грейвсу с Лулу он не особо нанес. Он просто покрутился, наверное, скорее, для... Попытки, но какого-то прям супер-миного дамага от него идет. Ну, в принципе, не должно быть. Все-таки здесь есть кому дамажить. Пошел хикстековый ультиматум. Подвестит Хейту, который пытался все-таки свою вышку задэпать. Хейт идет вперед. Кстати, посмотри, не остановить его. Ой, как хорошо летела. Золотая карта с флэша. Доигрывает по нему Фатон. Забирает Камилу Камилу падает. Пошла судьба на опережение. Хорошо, хорошая желтая карта. Просто здесь Хейт-1. А тут уже 4 человека на него вышли. Поэтому нужно отходить, пытаться его поддевать команду, чтобы его не забрали. Пока что 1 килл. Камила погибла. Купила ботинки. И на этом все. На этом все. Объектов нету, ничего нету. Движения по карте какие-то конкретных не будут. Ребята расползаются по карте. Отпушивается от линии. Надо попытаться... Будут конкретные движения, как же без движения. Надо забрать вышки, да. Ты один вышки все-таки еще стоят. Нужно с ними распрощаться. Нет, смотри, не торопись. Ничего не надо забирать. Надо запушить линии в первую очередь. Получить приоритет. Дать вижен. Заставить оппонента смещаться, чтобы он либо терял их с пули, либо показывал себя. Крипы, это живые ворды. Всегда надо помнить об этом. Это раз. Во-вторых, надо распыть чемпионов таковым образом, чтобы твой сайдлейнер не умер от вражеского. Раз. И чтобы он успел сделать все то же самое, о чем мы говорили в пункте 1. Два. Это сделал как раз таки стайл на топе до того, как сместился туда Клю. Успел пачку запушить, потому что ТФ не любит контакт, как таковой, на сайдлинии. Он любит там находиться, потому что он имеет глобал, но контакт он не любит. Его дуэлят, ну там, половину чемпионов, да, которые есть. Они его сильнее. Любой брузер, Джакс, Камила, там, Ясу и Релли, они все его дуэлят. Он против них всех достаточно слабый чемпион. А тех чемпионов, которые могут контестить сайдлинию, именно в диком ущелье, пока не так много. У нас есть Арина, но это, наверное, все. Может быть, там, чуть-чуть еще придумаю. Нажимает стазис, как раз таки стайл. Это здорово, потому что у нее есть еще скачок. Сильно коммитятся ребята из риксов, поэтому стоило, наоборот, только по вышке доиграть. Они вместо этого идут в полноценный дайв. Поставил летит рутсцены, поэтому нажимает скачок. И вот конкретные вещи, как ты правильно и сказала, делают риксы, да. То есть они заходят на Т1 вышку, пытаются задавить того, кто там есть. Если не получается, вышку забирают, просто отходят. У них есть для этого все ресурсы. И скоро спаунится второй дракон. Если его забрать сейчас, то старший будет не третьим, а только четвертым. Поэтому есть смысл даже их сам повременить. С другой стороны, когда у тебя плюс 5к, почему у драконов не стартать? Чтобы потом был баф еще сильнее на старшему. Да, все верно. Я вспомнил, знаешь, про что? Про то, что, ну, как бы, есть действительно люди, которые подписаны в Инстаграме на Викторию Бекхом и говорят о том, что, как бы, ну... Ее муж, это, как бы, муж какой-то известной женщины. Вот. Вот, примерно такая же история. При всем уважении, безграничном уважении, которое нельзя измерить словами к Оксане Самойловым, до сих пор, как бы, джигант, джигант. Ну, ладно, не будем о нем, как говорится, клюзить, потому что врывается в троих. И, естественно, Сниш будет его поддерживать своим ультимейтом, потому что в этом и суть их комбинации. Если в темп идет в укон, то именно он является тем, кто создает темп, врываясь, подкидывает оппонента в ООЕ, и Снич уже адаптируясь к его нокапу, нажимает свой ультимейт, продолжая работать по оппоненту. Ну, в эту секунду, наверное, уже и волки поняли, да, что если они проигрывают файт 4 в 5, а это был так, на самом деле, потому что Камила была на топе, она там отпушивала, и... Да, 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 со стороны риксов там был, точнее, со стороны волков был выпущен герольд, она отходила, так сказать, да, и риксы были в численном меньшинстве, но, тем не менее, файт они выиграли. Пошел хикстековый ультиматум по ТФу, вот, но под, так сказать, помощью Лулу, не такой уж он, как бы, и убиваемый, да, нужно ждать, вот так как есть. Не такой уж он хикстековый? Да, получается, что эта карта хорошо зашла, сейчас заберут здесь Камилу, да, Камила погибла, немножечко вот нехорошо получилось, отомстили по какой-то степени сейчас волки, отомстили чуть-чуть, лутали денег, вот, но дракона нету, объектов нету, все, что нужно будет сейчас опять делать, опять отпушивать, отпушивать, фармить лес, драться напрямую они не могут, забрать трипачки, забрать вражеский редбаф и големов, забрать Т1 на нижнем сайде, очень много всего чего есть. Надо все забрать, да, то есть я к тому, что им нужно прям забирать все, конкретно каких-то вот там, ну, конкретно в драке им нельзя встревать, вот так вот кого-то ловить, как они сейчас, всей командой ловят Глю, это вот как бы хорошее дело. Глю на самом деле здесь ошибся, потому что он мог ульт нажать, вместо того, чтобы тратить скачок, другого про, что он, ну, не ошибся, а он сам так решил, то есть оставить ульт, скачок не нажимать, потому что Дум врывается один, забирает чуть ли не в соло один в четыре игрока и еще и уходит при этом, а вот без скачка, но со своим ультимейтом, Клю будет подкидывать второй раз стайла, которого он и заберет, конечно, Камила здесь притягивает к одному месту Грейвиса и будет работать по нему, подочек погиб, 3-0 размен, 2 килла взяли ребята из Ферда Вулс, но пока что не более, потому что в ответ 3 килла берут Рикси на контр-инициации, вдвоем уже Клю находится здесь, он без скачка и без ультимейта, зато может уронами своим помочь, благо он подфармил, 10200 голды у него, кстати, минвайлом, работают по хейту, хейт выходит, и, наверное, его все-таки заберут, не-не, его нашли, его находит, да, спракастно пытается по Клю доиграть, он не доигрывает, 4 килла взяли, получается за ротацию, и снова камбэк от ребят из Риксов, они только что чуть не выкинули, они отстанут, значит, винише с половиной стали все четыре, то есть здесь дисплейн голды отдали, теперь вернулись на плюс 7. Вот и поэтому кажется, что Глю и отходил тогда, во-первых, возможно, он не ожидал, что его команда все-таки поддержит, иногда такое бывает, когда ты в пылу борьбы, там, да, пытаешься потрейдиться, потом получаешь, понимаешь, что там слишком много врагов, ты начинаешь отходить в панике, а потом тебе уже говорят твои тиммейты, что мы идем, не отходи, и вот тогда уже, собственно, прошлое движение, но если бы он там отдался, было бы, конечно, для них, для Риксов большой минус, для Волков, конечно же, большой плюс, но этого не случилось, а случилось то, что ей забрали вторую вышку на средней линии, еще больше Вижена, еще больше миньонов вперед, еще больше опций для Риксов, тем более, кстати, что сейчас у нас есть Барон, и это сейчас, наверное, самый главный объект на карте, потому что, ну, по сути, Риксов, что еще запирать, да? Два вышки остались, но, естественно, комфортнее и приятнее забрать их с Бароном, когда у тебя преимущество 10 тысяч, то почему бы, собственно, и не зайти в гости? Ну, почти 10, да, могут Барона, естественно, форсить, ребята, более того, он и падать будет достаточно быстро, потому что и Камила бьет по такому точности, и Ва имеет пассивку с Вэшкой, это приятно, Ясу нарезает по Барону как надо, сцена в Уконг, Барон будет падать быстро, но пока на третьего Дракона идут Риксы, он без контеста отдается, и сразу же его будут забирать Риксы, я думаю, что Ясу сам его порежет, соло там секунд, не знаю, 13-14, можно и короче справиться, Букон здесь смотрят на Барону, естественно, когда вдвоем делается Дракон и Сисиком, закидывает Редемпшн, выходит Букон вперед, с доспехом Гаргульи, протанчу, ну и смотри, опять комбинация ВУЕ получается у Триксов. Да, да, Камила много урона, там слишком лох и поцели, там сейчас будет просто доедать всех, да, ты выживает, он далеко не уйдет, тут уже пришел Дум, помогает своей команде, закончили с Раконом, сейчас закончат еще с Фотоном, Хэйк бежит, спасается, Кайса вышла, тем не менее, но сам понимаешь, она одна уже ничего не сделает, ничего не задевает, опять пытается немножко сдаться, ну, такая вещь, она бывает, бывает, в этом нет ничего плохого, естественно в Барон забирается, для команды Рикс, без каких-то проблем, естественно, они скорее всего бэкнуться, не пойдут, они все-таки, но они тролли, тролли, они фанятся, потому что они давно могли бы закончить, с этой пачкой, видишь, Кайса ее отпушивают, они могли бы уже быть давно там, но они просто, просто, ну, как бы веселяться, не знаю, как это назвать, может просто, основание, это называется тролли, но вообще, мы можем говорить веселяться, ну, можно назвать это как-то веселем, да, наверное, для Риксов, но со стороны волков, это, знаешь, веселем можно назвать большой натяжкой, все-таки хочется уже закончить, например, эту игру, они понимают, что сделать в этой игре у них уже ничего не получится, знаешь, вот так утянуть время, где-то я такое читала, что в профессиональных играх именно на, например, ворсах, да, такие вещи не практикуются и не, не одобряются, наверное, да, то есть, если вы не можете... ты никогда не можешь судить, как бы, что делать другим игрокам? Естественно, да, 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 но просто, если вы можете закончить, то, знаешь, как мучить врагов, даже побежденных. Мы с тобой комментаторы, Полина, вот я посчитал, что они могли закончить. Могли ли они? Я не знаю. Может быть, они мне, знаешь, приведут тысячи аргументов и скажут. Мы не могли. Мы боялись, например, да, умереться, погибнуть как фонтаном. Да, кто такой, чтобы оценивать критичность принятия решения страны в комах? Тем временем. Да, и и даже, ты знаешь, вот даже при всем при том, что пытались наказать Эферно Вулс топ. Эферно Вулс играли так, как они должны играть против Апанели.